Как надзирая за законностью помогать людям? Просто о сложном. Поговорим сегодня с прокурором советского района Ростова-на-Дону Александром Ищенко. А тема выявления и постановка на учет без хозяйных объектов. Прежде чем начнем, предлагаю посмотреть сюжет. 3000 метров древних линий электропередач и 93 ржавых столба. Так выглядит система энергоснабжения бывшего садоводческого товарищества «Стимул». Некоторые лэп от старческой немощи падают прямо во дворы частных домов и, как следствие, перебои с электроэнергией. Самые наши основные проблемы – это со светом. Выбивают щитовые, вырубают свет. Ремонтировать щитовые никто не хочет. Мы сами лазим, делаем это. Деньги собираем, что сами делаем. С НС «Энерго» мы только раз обращались, они сказали, что это ваши личные линии и делайте, что хотите с ними. Они не проверяют, кто с самоподключением подключается, кто ворует, кто-то. У нас никто не обслуживает. Вот то дерево упало, мы звоним, сами пилили, рискуя жизнью. То вот это нанимали, собирали тоже, ходили, пакетник там выбивает. Постоянно выключают свет. Я работаю из дома, поэтому для меня это вообще беда. Были дни, когда мне приходилось уезжать к своей свекрови работать, потому что света просто нет. Интернета нет. При этом счета на оплату приходят без перебоев, да еще и с двойной прибавкой в суммах. Энергокомпания, видимо, решила не утруждать себя поисками тех, кто тайно подключился к линии. И просто разбрасывать утечки на всех собственников. Мы переехали сюда год назад и первое, что заметили, что мы платим больше, каждый месяц почти на полторы тысячи рублей. И мы так с мужем сидели, считали, как же человек обогащается за наш счет. Но считали очень много. Фантазировали, что живет он, очевидно, не в России. Фантазии переплаты привели в прокуратуру. И там выяснили, СНТ-стимул прекратила свое существование еще в 2000 году. Но на собрании членов товарищества решение о передаче коммунальных объектов в государственную или муниципальную собственность не принималось. Так что с тех пор электросети, как и все остальные коммуникации, остались бесхозными. В связи с тем, что администрация района длительное время не инициировала процедура по принятию указанных бесхозяйных сетей в муниципальную собственность, прокуратура района в адрес главы администрации района было внесено. Представление, которое рассмотрено, однако мер к инициированию такой процедуры принято не было. Что послужило основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением об обязании администрации района провести мероприятие по постановке указанных сетей на учет и оформлению их в муниципальную собственность. Прокуратура суд выиграла. Решение вступило в законную силу. А значит, скоро эти бесхозные провода и столбы обретут хозяина. А с ним – своевременный ремонт и замену. С подобными проблемами сталкиваются практически все жильцы бывших садоводческих товариществ. После развала СНТ все коммуникации на их территории оказываются никому неинтересными, кроме самих жителей. Это касается и водоводов, и дорог, и даже детских площадок. Но если последние еще можно отремонтировать за свой счет, то, к примеру, постелить новый асфальт или заменить трубы и столбы собственникам не под силу. Итак, бесхозяйные объекты. Что это такое? Как их въявить и правильно поставить на учет? Какие сложности при их наличии возникают у жителей нашего города? И куда обращаться в случае обнаружения такого объекта? Ситуацию разъяснит прокурор советского района Ростова-на-Дону Александр Ищенко. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Первый вопрос. Что такое бесхозяйная вещь? Согласно гражданскому законодательству, бесхозяйная является вещь, которая не имеет собственника, или собственник которой неизвестен, либо от права собственности, на которую собственник отказался. Понятие бесхозяйной вещи определено в статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Какие чаще всего бесхозяйные объекты на территории советского района выявляются? Чаще всего в ходе проверок мы сталкиваемся с такими бесхозяйными объектами, как электрические сети, газопроводы, автомобильные дороги, элементы благоустройства, детские игровые площадки, тепловые сети. А в чем сложность определить собственника? Проблема заключается в том, что отсутствие собственника препятствует определению организации, которая будет на законных основаниях проводить ремонт и обслуживание данных сетей или объектов. Иными словами, если внутриквартальная автомобильная дорога не будет иметь собственника и находится в этот момент в неудовлетворительном состоянии, ямы, выбоины, другие повреждения, то при отсутствии собственника, повторюсь, обслуживание данной дороги производиться не будет и, естественно, денежные средства из муниципального образования выделяться на ремонт этой дороги не будут. Также, например, если отсутствует организация, которая обслуживает линии электропередач, ну, допустим, это касается чаще всего дачных товарищей, если отсутствует такая организация, то это может привести, в первую очередь, к износу электрических сетей, а также к коммунальным авариям. Если не будет ослуживаться, допустим, ливневая канализация, то это может повлечь за собой, в первую очередь, подтопление и затопление территорий домовладений граждан, частной собственности, других каких-то объектов на территории нашего района. В связи с этим орган местного самоуправления обязан проводить мероприятия на постоянной основе по выявлению таких бесхозяйных объектов с целью определения их собственника. В ином случае обязан инициировать процедуру принятия такой имущества в собственность муниципального образования. К примеру, мы проводили проверки по дачным товариществам, это у нас СНТ «Стимул», дачное товарищество «Дон», где мы установили, что электрические сети, находящиеся в этих дачных товариществах, не имеют собственника. В связи с этим мы вносили представление в администрацию Советского района для устранения нарушений и выполнения процедуры, которая прямо прописана в постановлении главы администрации города Ростова-на-Дону номер 336 от 25 апреля 2019 года. В связи с тем, что администрация Советского района не выполнила и не устранила нарушения, которые мы указали в своем представлении, мы обратились с таким исковым заявлением уже по нуждению администрации района в суд Советского района города Ростова-на-Дону. По СНТ «Стимул» состоялось судебное решение, которое было обжаловано администрацией Советского района, но это решение еще и прошло и касационную инстанцию. И вот в феврале этого года касационная инстанция приняла свое решение, вынесла определение, где было сказано, что решение Советского суда является законом и оснований к отмене не имеется. В связи с этим теперь решение суда, мы истребовали решение суда, истребовали копию исполнительного листа и направили все это для принудительного исполнения в службу судебных приставов по юридическим лицам города Ростова-на-Дону. В настоящее время исполнительный лист взят в работу и начинается мероприятие по исполнению судебного решения. Что касается детских площадок, по одному из обращений мы проводили проверку и выявили, что по проспекту Стачки находится детская площадка в неудовлетворительном состоянии, элементы детской площадки были повреждены. В связи с этим мы вносили представление в администрацию Советского района и после того, как по нашему представлению не были приняты меры по проведению мероприятий, связанных с принятием бесхозяйного имущества в собственность, мы обратились с исковым заявлением в суд. В настоящее время исковое заявление по данному объекту бесхозяйному слушается в Советском районном суде. Можете Вы поподробнее рассказать про порядок выявления таких объектов и принятия в собственность? Да. Значит, с целью реализации таких мероприятий постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 25 апреля 2019 года издано распоряжение и утверждено положение номер 336 о порядке принятия бесхозяйного имущества и вымраченного имущества в собственность города Ростова-на-Дону. Согласно указанному положению администрация района, у которой на территории района был выявлен бесхозяйный объект, обязаны в течение 15 дней после обнаружения такого объекта создать комиссию. Комиссия приступает к своей работе и начинает рассылать запросы в первую очередь по адресу расположения данного имущества, чье оно кому принадлежит. Если также направляет запросы в соседние организации, которые территориально расположены рядом с бесхозяйным объектом. Если на запросы поступили отрицательные ответы и собственники не установлены, то администрация района делает уже объявление в средства массовой информации, где приглашает собственника в принципе явиться в администрацию и заявить свои права на данный объект. Если после этого собственник не появляется, то составляется акт о невозможности установления собственника данного бесхозяйного объекта. После того администрация района проводит мероприятие по изготовлению технического плана данного объекта. Когда план будет изготовлен, администрация района уже обращается в управление казной города Ростова-на-Дону с письменным заявлением о включении данного объекта в реестр бесхозяйного имущества города Ростова-на-Дону. Управление казной в дальнейшем также направляет запросы по данному объекту в соответствующие органы и после получения ответов готовит распоряжение о включении данного объекта в реестр бесхозяйного имущества. И обращается в орган по регистрации прав с заявлением о постановке бесхозяйного объекта на учет. И что тогда происходит далее с этим объектом? По стечению одного года со дня постановки бесхозяйного объекта на учет в ЕГРН, ДИЗО или уполномоченные органы управления казной города Ростова-на-Дону обращаются в суд с иском о признании права муниципальной собственности на данный бесхозяйный объект. После того, как состоится решение суда о признании его бесхозяйным заявлением, объект переходит из реестра бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. После этого выходит распоряжение о переходе в оперативное управление и обслуживание специализированной организации. В нашем случае, к примеру, если это будет касаться электросетей в дачных товарищах, на территории дачных товарищей, то это может быть наше муниципальное предприятие «Росгорсвет». А вот это все время, пока решается вопрос, что делать людям с этим объектом? Ну вот на примере, давайте, детской площадки. Вот она поломанная, дети не могут там играть вообще. Объект бесхозный, никто его не ремонтирует. И вот это все время, в течение года, да, выявляют собственника этого объекта. Да, фактически этим объектом пользоваться нельзя, потому что он несет угрозу жизни и здоровья тех же детей, потому что объект, он не соответствует техническим нормам и может представлять угрозу, повторюсь. А если это СНТ, перебой электроэнергии или перебои с водой, все это время что делать людям? Кто-то же должен это подчинить, люди же должны быть со светом, с водой, с теплоэнергией. Я думаю, что людей не оставят без электричества, будут какие-то приняты экстренные меры, возможно, в рамках режима чрезвычайной ситуации. Но в первую очередь, скажем, в данном вопросе права людей будут защищены и людей не оставят без электричества. Я поняла. Можете рассказать на примере садоводческого товарищества «Стимул», какие вами там достигнуты уже результаты и с чем изначально столкнулись люди? Коротко, подытоживая наш предыдущий сюжет, который мы с вами только что видели. По СНТ «Стимул» результаты следующие. Нам удалось убедить суд, и суд вынес решение по нашему исковому заявлению. То есть будет проводиться процедура принятия данного безхозяйного объекта в муниципальную собственность. Решение суда прошло инстанцией апелляционную и касационную, и теперь исполнительный лист по решению суда направлен для принудительного исполнения. То есть здесь вопрос теперь взаимодействия службы судебных приставов и администрации советского района. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим результат по СНТ «Стимул». Отлично. Теперь, подытоживая нашу с вами беседу, ответьте на такой вопрос итоговый. Что нужно делать нашим жителям города в случае выявления безхозяйственного объекта в первую очередь? В первую очередь люди имеют право обратиться с заявлением в администрацию советского района, а также в прокуратуру советского района города Ростова-на-Дону. После того, как они обратятся к нам, то мы начинаем свою проверку и дальше принимаем меры реагирования. Представление уносим, а если нет, обращаемся с исковым заявлением в суд. Спасибо огромное, Александр Юрьевич, за беседу. Давайте теперь передадим слово нашей коллеге, старшему помощнику прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавете Камахидзе и узнаем о результатах работы областной прокуратуры за текущий период. Добрый день. В Багаевском районе прокуратура установила, что техническое состояние пяти игровых площадок в Малочском сельском поселении не соответствует нормативным требованиям. Оборудование имеет множественные дефекты и повреждения. Отсутствует ударопоглощающее покрытие. С целью понуждения органа местного самоуправления привести площадки в надлежащее состояние прокуратурой был принят комплекс мер реагирования. В том числе в суд направлено исковое заявление, которое удовлетворено. Аналогичная ситуация сложилась и в Печенокопском районе. Однако там по мерам прокурорского реагирования местные власти уже восстановили семь игровых площадок. В городе Ростове-на-Дону прокуратура установила, что органами местного самоуправления не приняты меры к ремонту 20 муниципальных квартир специализированного фонда на бульваре Комарова. Жилье находится в непригодном для проживания состоянии. Прокуратура внесла представление в администрацию города, однако требования прокуратуры исполнены не были. Это послужило основанием для обращения в суд. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены. И после вступления решения суда в законную силу, чиновники будут обязаны привезти квартиры в надлежащее состояние. В Оксайском районе руководитель риэлторского агентства переговорена к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество. Женщина похитила денежные средства 4 клиентов. Обещая продать гражданам земельные участки, она оформила эффективные договоры купли-продажи и взяла у покупателей предоплату в размере полной стоимости недвижимого имущества. При этом выполнять взятые на себя обязательства фигурантка не намеревалась. Денежные средства потерпевших на общую сумму 27 млн. рублей она похитила и распорядилась по своему усмотрению. Также женщина незаконно переоформила два земельных участка общей стоимостью 5 млн. рублей на себя и свою мать. В Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшем по неосторожности его смерть. По версии следствия, в феврале этого года фигурант, находясь в своей квартире на бульваре Комарова, в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим отцом. В ходе конфликта он нанес пожилому человеку множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался. Спасибо, Александр Юрьевич, за содержательную беседу. Гостем в нашей студии сегодня был прокурор советского района Ростова-на-Дону Александр Ищенко. А я напоминаю, если с вами поступили не по закону, обращайтесь в прокуратуру или звоните к нам в редакцию. Пронадзор во всем разберется. У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин